Привет, друзья! Вы смотрите очередное видео из серии «Аквариум на тонну». И сегодня я хочу показать вам наш прогресс. Мы уже установили фитофильтр, сегодня будем наполнять его керамзитом-наполнителем. Покажу, как работает перелив рюкзачок. И у нас уже циркулирует вся система, все работает. Покажу тоже, как это выглядит. Вот еще такая фигуречка, может быть, вам понадобится. Я переднее стекло на этом фитофильтре сделал из черного тонированного в массе стекла. Смотрится круто, не видно с лицевой стороны содержимого, не видно будет корней растений. И вообще, в целом, так стильно смотрится, мне кажется. Мы заполнили фитофильтр керамзитом. Примерно вот так это выглядит все. Там фитофильтр есть пару перегородочек. Они и банку стягивают, и условно разделяют на отсеки все пространство. Здесь емкость кончается таким вот отсеком переливным. И здесь две помпы установлены. Вот, фойте самое, две муфты установлены. Одна основная, она, эта труба поджата краном. И аварийка. То есть, эта практически постоянно сухая стоит. И нужна для регулировки уровня. И основная, собственно, мою душу краном, чтобы вода в трубе шла без воздуха. Потому что воздух, собственно, и создает весь шум. И сейчас еще хочу рассказать вам о переливе. По сути дела, этот внешний перелив, это модификация перелива Херби. Там две трубы, аварийка и основная труба. Сейчас я более детально вам покажу. Вот вы видите эти самые две трубы. Левая, это основной слив, правая, аварийка. Вот со стороны, да, это как бы со стороны дна две эти муфты. И вот идут трубы в слив сам. На основной трубе установлен регулировочный кран, который мы регулируем таким образом, чтобы в трубе не было воздуха, чтобы шла только вода без воздуха. Тогда это минимизирует шум. То есть, слив практически без шума получается. И дальше слив разведен на два таких патрубка. Здесь будут установлены фильтрационные мешки. А варийка вот рядышком выходит, она кончается просто ничем, нет воды. И сверху вот содержимое рюкзачка. Аварийная труба, вот она стоит сухая. То есть, тут течет минимальное совсем количество воды и не течет вообще. И основной слив вот он под водой находится. В Сампе пока, конечно, Сталинград творится. Это такие у нас пусконаладочные работы пока проходят. Значит, в первом отсеке будут установлены фильтрующие маты, матала, зелененькая такая мочалка. Дальше идет отсек, наполненный лавой, отсек с синтепоном и насосный отсек. Здесь в насосном отсеке установлено две помпы на возврат в дисплей. Это джибао 4000. И одна двухтысячная помпа тоже джибао стоит на возврат в фитофильтр. Здесь же в насосном отсеке установлены терморегуляторы, которые поддерживают температуру. Ну вот, собственно, аквариум профессионалов и так выглядит. Ну понятно, да, что это алярма пока вот мы только подключили. И тут, что хочу показать, вот три трубы, которые идут на два возврата в дисплей и фитофильтр. И дальше две трубы идут эти на возврат. Одна через диффузор для большей аэрации. Вторая просто с чистой водой без воздуха. И третья труба идет на возврат в фитофильтр. Надеюсь, что вы сегодня узнали что-то новое. Если вам понравился видос, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. До встречи в новых выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok